нам с вами нужно сейчас сделать фон я немножко вам покажу да такой подмалечный тоненький затем мы с вами напишем ну какой-нибудь там цветочек какой-нибудь хоризонтенку да с мазочками значит нам с вами нужно помочить холст предварительно конечно у меня на палитре поскольку она гладкая подготовленная нормально все будет но я так на всякий случай мастихином конечно это не делать это делаю я сейчас делается кисточкой там рукой как мы с вами обычно дело смотря чем если мы маслом маслям если холст того требует то тогда там рукой тряпочкой кисточкой и соответственно если мы разбавителем вместе с маслом пополам делаем мочим то соответственно тоже чем угодно можно конечно мастихин но это будет очень сложно значит для чего нам нужно вводить сюда смазку так сказать чтобы легче велась краска и лучше она расползалась потому что начальный как бы подмалевочный слой он должен быть тоненьким и иметь именно возможность вот как бы расползаться растекаться за счет мастихина или кисти иногда и тем и другим совмещают помогая кисточка сделать то что допустим долго или неоправданно не нужно делать мастихином это уже чаще это по ощущениям конечно художник значит допустим мы берем какой-то такой дымчатый вариант какой-нибудь там коричневатый марс возьмем коричневый чуть-чуть выдавила я конечно немножко цветок у меня будет небольшой хотя я думаю что додавливать не придется и я вот такими движениями как бы давящими начинаю разносить краску по холсту опять же если вы внимательно посмотрите внимательно посмотрите то что у нас с вами получается что краски тратится прилично мастихином вы совсем знаете такие тонюсенькие при тонюсенькие вещи ну будет сложно сделать и даже перемешать наш мастихин имеет достаточно крупный вид сам по себе вот и вы раскладываете как мозаику цвета и оттенки какие вам нужно но это я так сейчас просто на бум раскладываю и где-то если мне нужно я могу смешать могу вот так смешивать да могу помешать вот туда сюда погонить то есть все зависит от того насколько у вас выдержит холст насколько он тонкий или более толстый с тонкими холстами будьте пожалуйста аккуратнее потому что вы их можете продавить здесь мастихин вот этот мастихин мне к сожалению более дубовый если посмотреть на мастихин как итальянский он более мягкий видите вот это вот так гнется при таких же усилиях вот это вот так гнется итальянский конечно лучше мастихин но поскольку мне хотелось с этой формой поработать и заказывать в интернете у известных людей мне что-то как-то не захотелось по крайней мере пока там итальянские так понимаю дам предполагает ну хотя я не знаю но я я предпочитаю материалы для изобразительной искусств выбирать сама то есть не то что у меня уже готовый вариант привезут сама вот допустим мы сделали какой-то фон здесь я его чуть больше переместил друг другу но все равно части некие живописные разгонки такие до цвета на вы и они у нас с вами существует это как бы первый такой простой подход для новичка в живописи чтобы от чего-то оттолкнулся наш если у нас будет однородный цвет вы помните это не очень красиво смотрится что мы с вами делаем дальше дальше мы начинаем с теневых мест если мы сразу же как бы по свеженькому начинаем писать цветок если мы готовы сделать только подмалевок потом сушить тогда понятно подмалевок можно сделать на более темном фоне более светлым и потом уже сверху его писать есть сейчас именно вот как бы за сеанс за раз начиная уже прописывать цветок имея в виду определенное представление в голове о нем то есть ну шарик это такой этюдный подход я сейчас делаю некую теневую замешаю по живописной составляющей этого цвета у каждого она может быть своя дать чуть-чуть там похолоднее чуть-чуть потеплее я пробую брать то что допустим мне сейчас там хочется удобно как тут не по колориту там условно подходит можно краплачка еще сюда добавить теоретически вот затем я должна понимать что я поскольку у меня уже есть фон должна чуть более плотно замешать краску и набрать и соответственно на мастихин если я наберу также жидко как и подмалевок у меня все впишется в подмалевок но практически ничего не ляжет тоже может быть такой вариант и начинаю набирать теневую цветка можно делать сразу набирать как бы вот хризантем она у нас состоит из лепесточков да можно эти лепесточки как бы теневые набирать сразу как вариант можно просто сделать вот такой вот такими тыркающими гладильно тыркающим такими до движениями можно набрать подмалевок то есть здесь смотрите от вашего умения от вашего желания если вы как бы вот хотите ощутить этот цветок как у вас лепестки потом пойдут можно и лепестками выкладывать но это длиннее по времени будет а можно вот такими вот втирающими движениями набрать как бы подмалевок конечно он тогда втиснется впишется в фон но особенно по краям нам это важно чтобы вот это ощущение мягкости да и вписывание фон не жестких краев оно было и создавало нам нужное впечатление с этим понятно да если у вас пачкается мастихин его чаще кстати чем кисточку надо тряпочку поэтому как бы с мастихином параллельно всегда идет тряпочка тряпочек побольше имейте в запасе в своем что мы делаем дальше дальше поскольку у меня я втирающими движениями работала видите что белила пошли наверх поскольку они у меня были внизу поэтому мне надо сделать более хорошие такие плотные чистый тень я беру наверно все таки укроплачок выдавлю он нам поможет в большей степени смешаю его с ультрамарином немножко я такой яркий контрастно сейчас цветок сделаю понятно что когда вы будете делать вы уже смотрите может будет белье прибавить если у вас цветок более нежный будет я такой контрастненький еще раз напоминаю если вы темную лужу замешали в допустим так как я да и вам нужно подмешать чтобы чуть больше красного было не надо всю лужу опять как бы замешать дополнять краску это можно оставить может где-то пригодится акцентики поставить а работайте с краем луж хорошо не забывайте вот я замешала видите краску как бы более густую она уже не такая жидкая и я начинаю проставлять теневые места вы помните что теневые места у нас с вами где больше в центре да здесь я уже делаю мазочками и обратите внимание я работаю по форме по форме чего форме шара то есть вот мастихин чаще всего предполагает именно работа по форме если кисточка вы еще где то можете вильнуть так сказать левее или правее то мастихин мастихином лучше работать по форме можно конечно против формы но новичкам я это рекомендую потому что у вас получится каш вот таким образом я допустим разложил теневые дальше я вытираю мастихин и иду на высветление то есть я беру белье беру кадмий остатки маловато можно в принципе у нас достаточно светленький кадмий получается относительно теневых хоть он и темный написан мы можем с вами здесь пройтись среднем среднем цветотоновым таким оттенком чистый даже кадмий взять вы помните я вам говорила иногда в цветах работают даже чистым цветом именно в цветочках это помогает более чисто их сделать что ли особенно на первых порах когда мы с вами учим сейчас я все что я говорю еще раз на камеру особенно это касается как бы художников юных потому что многие вещи о которых я вам говорю они не столь однозначные для художников профессионалов поскольку у них в запасе много ну всяких техник различных да и они инструменты могут работать как захотят вот смотрите пошла мастихином здесь далеко красиво получается нет отлично значит что я делаю я снимаю если у меня снялось очень сильно добавляю теневой можно даже попробовать немножко вмешать и продолжаю дальше потом вот здесь я видите мазок провела он яркий нет пачкается почему потому что я два раза провела мастихином не сняв испачканный край вот здесь надо себя приучить то есть кроме того что знаете красиво весело писать мастихином нужны еще вот такие маленькие технические нюансы себя немножко подкорректировать мастихином не совсем как кистью пишется чем дальше тем меньше у нас лепесточки потому что вдаль уходит загибается и вот там то можно как раз вдаль испачканным цветом работать почему чтобы в тень как бы ушло а вот то что поехали дальше добавляю еще туда куда мне нужно и смотрите с какой так сказать проблемой я сталкиваюсь вот я два мазка положил видите они слиплись давайте я сейчас еще добавлю вот так что у нас получается у нас получается каша когда когда вы мастихином работаете если вам нужно пятно ровное более-менее тогда вы мазок к мазку делаете но вообще имейте ввиду что небольшую тенешку между мазочками особенно если такой лохматый цветок надо делать поэтому либо вы снимаете и тень переделываете либо вы вот так вот подтеняете аккуратно отодвигая краску то есть если вы так сможете аккуратно подлезть то будет хорошо есть ли какие-нибудь вопросы вот с этим делом или мы идем дальше пока все понятно да идем дальше что нам еще нужно чтобы цветок у нас был более контрастным нам нужно сделать еще ну хотя бы третий верхний как бы да такой более светлый кусочек то есть мы с белильцами начинаем мешать или белила с желтеньким да тут уже сами смотрите вот я помешала и это как бы самая светлая верхняя позиция то есть мы хотя бы на три основных как бы тона должны разделить наш с вами цветок наше дерево ну домик там что угодно травку чтобы было интересно для глаза зрителя чем интереснее у вас маски переходят один в другой тем зрителю интереснее смотреть наблюдать и изучать вы все знаете да медики знают за счет контрастов привлекается внимание в первую очередь это инстинкт если что-то пресное и условно неинтересное оно не так привлекает внимание это если только надо либо что-то приходится делать либо просто мы так себя иногда воспитываем что надо что-то рутинное такое ну прям вот сделать и оно не терпит отлагать вот мы взяли да чуть-чуть посветлее и работаем идем дальше вот допустим у меня форма вроде бы ничего но поскольку я увлеклась прописывание лепестков так или иначе да у меня немножко форма ну как-то перекосилась и так далее форму надо бы собрать ну вот что например здесь я допустим красноватый лепесток могу положить да вот здесь вот на теневую согласитесь это вполне можно сделать и достаточно как бы понятно будет вот сюда лепесток да то есть вот собирать начинаю форму закруглять ее чуть-чуть где-то вот с этой стороны добавляю лепестковости и вот этих вот как бы полосочек да о которых мы с вами поговорили вот и в итоге у нас в общем-то край можно еще немножко где-то размыть край можно если допустим нужно если у вас какой-то там полуразмытый цветок идет и затем вы работаете с листиками теневую листиков делаете ну чаши листики да можно еще один момент но попробую я вам все-таки он больше конечно из декоративки выходит момент вот такой смотрите можно раз и как бы два то есть волной запустить не просто прямая не просто мазок не просто отпечаток а еще и повал повалнить волной мы с вами такой момент как бы еще не делали кисточкой даже да но попробуйте может у кого-то получится конечно это может чуть-чуть посложнее быть но все-таки вариант хорошо краски выдавливайте побольше потому что я сейчас выдавила немножко и увидели сколько я раз подавливала и то я вам продемонстрировала что иногда не хватает краски затем световые замешиваем мазочки на световую часть листочки я уже эти грубо подлезть вот таким образом это конечно такой утрированный вариант такой простенький медленно я вам показывала специально чтобы у вас укладывалось но в целом что хочу сказать будьте пожалуйста внимательны мастихин он немножечко по-другому и чувствуется и работает им слегка по-другому чем кистью не теряйте пожалуйста свежести в своих работах а теперь идем делать